Дорогие господа, представляю вам 4-х раундовый бой в суперлегком весе до 63,5 килограмм. Встречает и в синий угол ринга боясь из города Нижний Новгород, Россия, Карен Маргарян! Ну что ж, первый полусредний вес весовой категории до 63 килограммов 500 граммов. Карен Маргарян против Кабелджона Хасилова и Карен первым проследует в ринг. 19 лет, Карену молодой боец совсем, рост 173 сантиметра. На счету Карена один поединок. Да, и был он в 2017 году, в марте. Прошу прощения, в ноябре. Почти угадал. Боец из города Антижан, Узбекистан. Кабелджон Коба Хасилов. Ну а теперь Кабелджон Хасилов из города Антижана. Это второй боец из Антижана сегодня. И, кстати, не последний. У нас сегодня целый антижанский десант на турнире. Итак, Кабелджон Хасилов 20 лет этому бойцу, а рост 175 сантиметров. И у Кабелджона профессиональный дебют. Кабелджон Коба Хасилов. Кабелджон Коба Хасилов. Кабелджон Коба Хасилов. Кабелджон Коба Хасилов. Дамы и господа, представляю вам соперника. В синем углу боец из города Нижний Новгород, Россия. Ему 19 лет. Рост 173 сантиметра. Вес на взвешивании 62 килограмма 300 грамм. Профессиональный рекорд. Один бой, одна победа. Карен Маргарян. Его соперник в красном углу. Боец из города Антижан, Узбекистан. Ему 20 лет. Рост 175 сантиметров. Вес 63 килограмма 450 грамм. Профессиональный дебют. Кабелджон Коба Хасилов. Рефери Ираклий Малазонина. Ираклий Малазония не менее известный. Рефери. Сегодня в принципе все рефери уже хорошо известны. В России как минимум. Итак, Кабелджон Хасилов. Красные трусы. И такие серебристые трусы его соперник. Карен Маргарян. Жестко справа по корпусу заряжен. Опа, какой размен. Хорошо, да. Сейчас подцепил, подцепил Хасилов Маргаряна. И сразу, сразу пошел вперед. Ну вот хорошо сократил дистанцию. Сейчас теперь обратно вернул этот удар Карен. Огонь. Друзья, огонь в доме печати. Прекратный первый раунд. Вот оно, рубилово, печатного станка. Настоящий хардкор в ринге. То, что любит публика. Никаких шахмат. Очень хорошо серийно действует, кстати говоря, Хасилов. Но и Маргарян молодец. Да, Карен. Отвечает тоже с сериями. Ух. Оба бойца рискуя идут вперед. Да, заряжаются. В первом же раунде такая рубка. Видно, что бьют его очень остро. Ну, по-моему, это пока раунд вечера, если честно. Но еще только минута, когда Зак прошла этого раунда. А что будет дальше, если парни физически готовы там не на 4, а на 44 раунда? Я представляю, что это будет. Снова, снова идет такая бомбежка крюков с обоих сторон. Кринч. Ну, у нас такой слагфест, как говорят закианские коллеги. Но оба бойца прочувствовали удары друг друга. Да, и... И продолжают это делать. Да, немножко скинули вот этот пыл. Ох, снова опять такая атака крюками от Карена. Здесь мажет Хасилов и нагружает, нагружает Маргарян соперника. На месте у Маргаряна локти там опасно бил справа в корпус, когда был Джон Хасилов. Вот, видимо, чуть-чуть подвымахались в начале раунда. Очень-очень высокая скорость, большое количество ударов, конечно же, это... И взяли паузу небольшую. Хорошо сконтрил Маргарян справа. Вот, по корпусу прошли удары у Карена. У Кобелджона нужно отвечать. Нужно отвечать. Ох, какой... Кость-кость идет. Такая рубка поединок. Но при этом, я бы сказал, она не бездумная. Это не бездумная рубка. Там абсолютно зряще бьют боксера. Внимательный. Просто оба очень хотят попасть. Мне почему-то внешне Карен Маргарян напоминает Дмитрия Михайленко. Так, с определенных ракурсов похож. Ну, Дима, кстати, тоже всегда очень много бросал ударов. Опа! Справа, как сейчас попадает. Потрясен, потрясен сейчас узбекский боксер. Хасилов, вот, будь чуть-чуть поопытнее, Карен мог бы оттянуться и спокойно переводить на корпус удара. Подошел к концу у нас первый раунд. Концовка. Ох! И по корпусу жестко и ушел. От удара Маргарян. Концовка за Кареном. Ох! Прекрасный первый раунд. Ах, ох и ух. Одни междометия в хорошем смысле слова у меня по поводу первого раунда, дорогие друзья. Ну, вот, кстати, нам показывает угол Карена Маргаряна. А знаете, кто в углу Карена Маргаряна? Легендарный Манвел Габрилян. Дренер самого Николая Валуева. Абсолютно верно. Ну, а также мастер спорта международного класса по боксу Александр Кабыляцкий. И мастер спорта международного класса по кикбоксингу Юрий Романко, который преподает в Академии бокса в Москве. Такая серьезная команда секундантов. Тут первый раунд был очень насыщенный. Очень насыщенный. Посмотрим, как поведут дальше себя бойцы. Посмотрим. Второй раунд. Пошел вперед Карен Маргаряна. Хорошая от него атака снова. Был перекрыт узбекский боксер. Но, несмотря на это, я думаю, он прочувствовал остроту крюков Карена. Перестал встречать Кабелджон Хасилов Маргаряна. Карен спокойно подходит. Мы видим, он так подрабатывает себе корпусом. Качает маятник. Но жестко настроен Маргаряна. И на месте руки у Карена. Оба бойца бьют практически только одни силовые удары. По корпусу. Двоечка от Маргаряна. Карен так позволяет себе отходить. Но очень плотно перекрывшись. И смотрите, как он встречает с жесткими боковыми ударами. Решил работать на контратаках Хасилов. Но пока ему это особых дивидендов, да и не особых, тоже не приносит. Маргарян хорошо перекрыт. Смотрите, уходит от ударов. Плотно держит локти. Но вот сейчас прошел справа, точнее слева у Хасилова удар. Но смотрите, перехватывает Карен Маргаряна инициативу. Чаще начал больше защищаться корпусом Хасилов. Пошел с размашистыми боковыми Кэбилджон. Клинч от Маргаряна. Но вот, кстати, перестали обострять оба такой откровенной рубки, как в первом раунде. Мы пока не видим. Оба бойца поняли, что оба могут ударить. И, в принципе, держат удар. И тут нужна теперь уже определенная боксерская хитрость, чтобы обмануть соперника. Вот хорошо уворачивается Маргарян от контрударов Хабилджона Хасилова. И все пока заканчивается клинчем. О, хорошо по корпусу. Перевод на голову от Маргаряна. Опять он поджимает канатом Хабилджона Хасилова. Подсказывают Карену из угла больше работать джебом. Вот здесь чуть-чуть подзастоялся Маргарян. Но перехватывает хорошо. Снова хорошая концовка от Карена Маргаряна. Очень мощный удар. А вот и джеб, пожалуйста, навстречу. Хороший второй раунд. Менее, может быть, такой бесшабашный, но, тем не менее, вполне плотный. Хороший второй раунд. Третий раунд из четырех запланированных в этом поединке. Карен Маргарян против Кабилджона Хасилова. Бой весовой категории до 63 килограммов 500 граммов. Первый полусредний вес. Серебристые черные трусы. Карен Маргарян. Красные. Кабилджон Хасилов. Кабилджон из Антижана. Узбекистан Карен Маргарян представляет Нижний Новгород. Опасный сейчас так левым бросил боковым. А попал сейчас, да. Хасилов попал, попал. И сразу же на ножках затанцевал. Включил легкий велосипед Маргарян. Подтел сейчас пару раз апперкотом Маргарян соперника. Но держать нельзя. Ленокс Льюис об этом не знал, когда нокаутировал Майка Гранта. Вот взяли паузу оба. Ох, какой левый, хороший. Да, выцелел. Выцелел Карен Маргарян. Ну и какая скорость и какой взрыв у Маргаряна здесь. Но надо отдать должное. Хорошо перенес этот удар Кабилджон Хасилов и ответил за тебя. Оба бойца обладают такой хорошей стойкостью. И снова попал справа Маргарян по корпусу. Жесткая двойка от Карена. Средняя ближняя дистанция в основном в этом поединке. И опять справа достает Маргарян. Начал немножко безрассудно бросаться Хасилов. И вот мы видим, как он расплачивается за это. Несколько серьезных ударов Кабилджон пропустил. Кабилджона не забудем дебют. И насколько он хороший именно по кондициям физически, насколько он вынослив, мы не знаем. Предварительно. Снова размен. И там Карен Маргарян попал пару раз очень серьезно. Но Кабилджон молодец, держит удары. И снова клинч. Но вот все чаще на выходе из клинча попал короткий Хасилов. Но Маргарян опять пытается перевести ситуацию, когда... Опа! Хорошо по корпусу Маргарян попадает в предыдущем эпизоде. Здесь ушел корпусом от встречных ударов сам. Не встречая джебом, вот здесь попытался это сделать Хасилов. И все закончилось. Клинчем. Гонка. Еще один раунд нас ожидает в этом поединке. Очень яркий поединок. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создал DimaTorzok. Субтитры создал DimaTorzok. Четвертая трехминутка. Карен Маргарян против Кадалджона Хасилова. Поединок в первом полусреднем весе. Третий раунд был весьма интенсивный. Был очень яркий. Вообще весь бой очень интенсивный и напряженный. Был очень яркий такой эпизод, когда попал очень жестко Карен Маргарян. Левым крюком так на скачке. Хасилов тем не менее выдержал. Вот если самый первый раунд был такой очень разменчивый, такая была рубка. Сейчас чуть-чуть более позиционно стали действовать боксеры. Попытался встретить двойкой Хасилов, не достал Маргаряна. Вот здесь Карен сократил дистанцию. Карен очень неплохо, а в инсайде получались жесткие крюки в корпус. Опасно бросал сейчас левый крюк Хасилов, но увидел этот Маргарян. И вовремя сместился. А вот перехватил, перехватил он атаку соперника. И было такое хорошее попадание справа от Маргаряна. И вот, пожалуйста, в инсайде крюки-апперкоты. Так по-мексикански отработал Маргаряна. Ну, мне кажется, Карен вот эти атаки, вот эти всплески Кобелджона видит. Но здесь потеря равновесия, нокдаун. Иракли Малазония не стал отсчитывать. Ох, хорошо попадает справа Карен Маргарян. Но здесь поддеть апперкутом попытаться, и мы видим, что ключует Кобелджон Хасилов. Понимает Хасилов, да, что опасно оставаться на ударной дистанции. И сразу же сокращает ее, вяжет. Все правильно делает для себя. Опять правый боковой. И там опустил, и левый тут же крюк. Вот, мне кажется, нужно к одному акцентированному удару Маргаряну еще добавлять. Потому что там он пробил справа, опустил руки Хасилов. Если бы он в этот момент добавил еще, кто знает, что было бы. Привык к этому темпу уже Кобелджон Хасилов. И нужно что-то попытаться изменить Карену Маргаряну. Но он стал проваливать, кстати, Кобелджона. Другое дело, что провалил, нужно еще и воспользоваться этим. Поддеть соперника. Вот здесь хорошо попадает. Мне показалось, чуть-чуть за резинку пришелся удар, но не стал жаловаться Кобелджон. Какой левый крюк. Да, Кобелджон еще не все сказал в этом поединке. Ну и сам сейчас пропустил Кобелджон. Все чаще и чаще Хасилов клинчует. Я думаю, это следствие все-таки усталости. Абсолютно верно, конечно. Бойцы вкладываются в каждый удар, плюс велика вероятность пропустить удары. Оба бьют. Ох, какой размен у нас к концу четвертого раунда, к концу поединка. И, кстати, Кобелджон Хасилов такой настоящий реваншист. Да, он напропускал, но тут же стремится вернуть. Ну что можно сказать? Это просто два интересных бойца, которые показали прекрасный поединок сегодня. Ну а мы ждем судейского решения. Собственно, аплодисменты в зале, я думаю, абсолютно заслуженные для обоих боксеров. Ждем. Ничего не сломал. Дэ, норм, Антония. Хорошо и молодец. Выдох на секунду, сестай нормально. Дальше. 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 Поехали! Все, пора еще вести свою лестницу в стройку. Наша победа. Боксеры на середину. Уважаемые дамы и господа, перед тем, как я обношу результат боя, давайте еще раз поаплодируем боксерам за зрелищный поединок. Дамы и господа, судейское решение. Дамы и господа, результат боя, ничья. Ничья, такое решение приняли судьи. Прекрасный, яркий поединок. Эпизодами казалось, что мне, по крайней мере, что где-то выигрывает Карен Маргарин, но судьям, конечно же, виднее. Действительно, прекрасный бой показал и Кобилджон Хасилов. Поэтому вот такое вот судейское решение в этом хорошем, ярком поединке. Ну, судей, как решили, так они и решили. А мы ждем следующую пару боксеров. Кобилджон Хасилов.